Вот такой комментарий к донату мне прислали. А ниже для сравнения я прикрепил еще один комментарий. Как говорится, два мира, два детства. На самом деле, одна и та же женщина может вести себя и так, и так. Но многие мужчины не понимают, почему это происходит, и для того, чтобы как-то объяснить ее поведение, придумывают каких-то несуществующих альфачей. Не знаю, слышали вы или нет, но очень часто бывает так, что женщина рассказывает, например, подруге. Я тут познакомилась с таким мужчиной, богатый, интересный, эрудированный, красиво ухаживает, но сразу я ему не дам, чтобы он не подумал, что я легкодоступная. И из этой же серии все вопросы о том, на каком же по счету свидании должен быть секс. Но бывают и совершенно противоположные ситуации. Например, одна женщина спрашивает другую, зачем ты переспала с этим мужчиной, с которым только вчера познакомилась в клубе? А та и отвечает, да мне плевать, я все равно не собираюсь замуж за этого придурка. На самом деле, сильнее всего в жизни женщина хочет только две вещи – секса и выйти замуж. Но женщина прекрасно понимает, что если все будут знать, что она может переспать с первым встречным, то хорошо выйти замуж у нее, скорее всего, не получится. Потому что каким бы конченным оленем и пиздострадальцем мужчина не был, но если про женщину известно, что она спит с первым встречным, то он, скорее всего, побоится на ней жениться, хотя бы потому, что над ним все будут смеяться. Так вот, требуют ухаживать и добиваться, и отказывают в сексе женщины только тем мужчинам, которых они рассматривают в качестве перспективного варианта для замужества. А с тем мужчиной, за которого женщина не планирует выйти замуж, она может переспать в первые полчаса знакомства. И, кстати, совершенно не обязательно это будет какой-то маргинал. Это может быть известный артист или рок-звезда. Наверняка вы слышали историю о том, как поклонницы после концертов ломятся в номер к музыканту с криками «Я тебя хочу». Да, понятно, что этот человек известный, поэтому привлекает женщин, но самое главное, она знает, что никогда не выйдет за него замуж. А вот если бы женщина собиралась за него замуж, то так сразу, при первой встрече, она бы никогда ему не дала. Продолжение следует...